Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. Мы опять на берегу моря с вами, как обычно. Занимаемся маринотерапией, слушаем прибой, гуляем, рассматриваем ракушки. Всякие-всякие разные. Вон какие красивые. Вот. Такая красота. Да. Просто как богатство несметное. Просто прелесть. Посмотрите. Посмотрите на этот перламутр, на эти жемчуга. Знаете, о чем я хотела сегодня поговорить? Меня спросили, что делать, когда сильная отечность. Я очень часто об этом говорила. Что? Пить нужно на ночь. Чистую водичку. Вы скажете, отечность. Вот именно, дорогие мои. Поменьше кушать соленого. Или вообще убрать срочно соль. И выяснить, в связи с чем. Идите к доктору и выясните, почему у вас отечность. Что с вами не так. Что какой-то у вас орган барахлит. И причину, почему он барахлит. Потом, питание. Пересмотреть питание. У меня очень много видео про то, как убирать физически отечность. Ну, а я расскажу. При помощи вкусных домашних средств можно избавиться от отечности. Укрепить сосуды и здоровье вообще в целом. Тем самым, что вы сделаете, дорогие мои? Вы продлите себе жизнь. От отечности быстро избавляет такая смесь. Половина лимона, по одному яблоку и стеблю сельдерея. Именно зелененького. Не корня, а стебелька. Вот это все помойте и нарежьте произвольно. Затем измельчите в блендере. И съешьте эту порцию либо утром до завтрака, либо в середине дня. На пустой желудок только. Средство еще и общеукрепляющее. А для сосудов и сердца нет ничего лучше лимона, апельсина и меда. Но самое лучшее все-таки имбирь, лимон и даже можно грейпфрут. У меня есть имбиротерапия при помощи грейпфрута тоже. Да, кстати, очень классно. Я, знаете, что делала имбиротерапию? У меня есть видео, посмотрите. Если нету имбиря, не беда. Я знаю, мне пишут многие, вот негде взять имбирь. Вот мы там-то, там-то, там-то. И просто негде взять имбирь. Но если негде взять имбирь, возьмите просто лимон, апельсин и мед. По два фрукта вымойте их, измельчите в мясорубке. Предварительно удалите косточки обязательно. Переложите полученную массу в стеклянную банку. Добавьте две столовые ложки натурального, только натурального мёда. И поставьте в холодильник на сутки. Можно даже не в холодильник, а просто в тёмное какое-то прохладное место. И принимайте по две чайные ложки до еды в течение месяца. Смесь очищает сосуды, ускоряет обмен веществ, укрепляет иммунитет и вообще хорошо влияет на нервную систему. Даже если у вас вдруг начнёт она бродить, добавьте ещё ложку мёда. Пусть себе бродит. Побродит, перебродит, ничего страшного. Это пробиотик. Это ещё даже лучше. Это ещё лучше для кишечника. Вообще замечательно. Кормите себя, поите себя правильно. И всё будет у вас хорошо. Так, сейчас, знаете, хочу выйти вот сюда подальше и посмотреть на богатство. Богатство. Это, я так называю, морские богатства раковины. Ракушки, вы знаете, они успокаивают нервы. Я прочитала, оказывается, когда человек перебирает ракушки, хрустит, босиком ходит по ракушкам. Вот, посмотрите, какие красивые ракушки. Посмотрите, какие они красивые. Всё это, вот это, так сказать, вот такая картина, она успокаивает нервную систему. И плюс вот такой прибой. Ну, это просто удивительно. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая это красота. Каких цветов здесь только нету. И чёрные, и серые. И ярко-оранжевые. И розоватые. Каких только здесь цветов не увидишь. Я уже говорила как-то, я собираю вот такие тарелочки для икры. Они большие, почти на ладонь. И для икры на новогодний стол. Просто сказка. Так. Можно и в большие мидии, и в большие рапаны. А вот маленький рапанчик. Вот он. Смотрите. Маленький такой. Красивый. Вот такие вот тоже есть рапанчики. Идёмте ещё прогуляемся. Может быть ещё какую-то супер красивую. Вот. Так что уже учёные доказали. Вот почему люди, когда приезжают на море, они сразу стремятся пойти к ракушкам, поперебирать, поскладывать, пособирать. Некоторые, я знаю, ходят в 6 утра и тоже собирают себе. Кстати, вот это вот древние, старинные такие, знаете, ракушки, которым уже много-много-много лет, десятилетий. Может, даже и столетий. Вот так вот. Вот такая красота. Хочу ещё на один вопросик. Только я сейчас найду, может быть, камушек, куда сесть, постелить, сесть, посидеть, посмотреть на эту красоту и ответить на вопрос. Сейчас, посмотрите. У меня есть видео по лимфе. Как делать массаж, чтобы разгонять с лица лимфу от отёчности. Найдите, найдите обязательно уход за лицом. Есть такое видео в библиотечке, в плейлисты. Зайдите ко мне на канал, в плейлист. И там много чего интересного. Не все знают о том, как важно следить именно за состоянием лимфатической системы. Ведь именно лимфа – это главный уборщик организма. Именно поэтому я часто разговариваю, веду разговор по поводу лимфы. Сама она всегда должна быть чистой и достаточно жидкой. Поэтому я говорю, пейте не менее двух литров, а то и больше чистой воды. Но только не из-под крана. Кипяченая тоже не пойдет. Надо находить источники, друзья мои. Как мне говорят, ну нет у нас козьего молока, что нам делать? Ну нет у нас чистой воды, что нам делать? Ездите. Я тоже думала, нет, если сидела дома. Я поднимаюсь и нахожу, раз в неделю я привожу столько, сколько мне нужно. Для разжижения лимфы идеально подходит натуральное средство. Из корней солодки. Солодка это тоже такое растение, которое растет повсеместно. Вот не так давно мне писала Настенька, она просила рассказывать о таких растениях, которые повсеместно растут. Корень солодки даже в аптеках продают. Вот одна столовая ложка сиропа из корней солодки разведите в одном стакане горячей воды и выпейте на голодный желудок. Это подкормка вашей лимфы, скажем так. Буквально через час все шлаки из организма соберутся в кишечнике, в области которого очень много лимфоузлов. Именно поэтому спустя час нужно выпить одну столовую ложку сорбента, запив его стаканом воды. И можно использовать активированный уголь или что-нибудь такое другое. Главное, в течение полтора-двух часов после процедуры ничего не есть. И вот так 14 дней, друзья мои. Зато после очистки лимфатической системы вы помолодеете не только телом, но и душой. Вы знаете, лицо сразу становится совсем другим. Но и не забывайте за массаж, который разгоняет лимфу, убирает отечность. Вот все это делать нужно вместе. Но и питание. Откажитесь от соленого, откажитесь от сахара. Не надо кормить бактерии, которые внутри вас. Зачем вы это делаете? Откажитесь от всего этого. И вы увидите, что с вами будет. Вот. И дам вам послушать не себя, а немножечко дам послушать море. Давайте я ближе подойду, наверное. Маринотерапия. Завершаем. Маринотерапия. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Ну а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.